Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Почему детские обиды самые сильные и опасные? Как уберечь ребенка от насилия в семье и в социальных учреждениях? Об этом говорим сегодня в День защиты детей. В нашей студии кандидат психологических наук Валентина Дудко. И если у вас возникло непонимание с ребенком, или вы сомневаетесь, правильно ли вы строите с ним свои отношения, наш телефон 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что лично вы вкладываете в этот День защиты детей, как психолог, может быть? Ну, если исходить из психологического мировоззрения, то, наверное, прежде всего, это наличие внутренней защиты у ребенка, перед социальными формами давления, которые очень часто присутствуют в его жизни. И задача родителей здесь есть какая-то у родителей? Конечно. Задача родителей, на мой взгляд, состоит в том, чтобы ребенок получил возможность быть уверенным, уметь любить этот мир, доверять этому миру. То есть чувство себя защищенным в этом мире. То есть чувство защиты должны дать родители? Вот такая у них. А иначе другого не может быть, потому что чувство защищенности, чувство защиты присваивается именно в детском возрасте и в системе именно родительско-детские отношения, когда выстраиваются. Ну вот как раз сегодня о защите с психологической точки зрения мы и будем говорить. Я хотела бы, знаете, что уточнить, неужели негатив из детства может повлиять на всю дальнейшую взрослую жизнь человека? Или пока ребенок маленький, у него все быстро забывается, все проходит, и он идет дальше счастливый, уверенный, защищенный? К сожалению, нет. Не идет счастливым и уверенным. Если были детские обиды, и если их было много, порой бывает одна, но очень сильная, и она ведет человека по жизни очень часто. Но я на что бы хотела обратить внимание? Это, конечно, есть такая психологическая форма мышления, когда люди говорят, у меня была детская обида, и поэтому сейчас себя так веду. Но когда ему 40, 30, 50 лет... Это уже не может быть оправданием. Это уже неуместно. Это уже неуместно. Это говорит о том, что человек не работает над собой. Инфантилен, да, скорее всего? Ну, может быть, даже тревожный, озлобленный, директивный, авторитарный. То есть обида, она же может перейти в разные формы, не только вот в инфантилизм, в пассивность, но также и в злость, и в ненависть. И это признак того, что человек как бы не расширяется, а не развивается. И тогда он говорит, меня обидели, и у меня есть право сегодня себя так вести. Но это абсолютно неверно. А есть такой возраст, особо критичный, может быть, когда вот эти обиды, раны, особенно ребенок чувствительен вот в это время? Или нет? Или вот детство – это какой период? Мы про что можем говорить? Я уточню. Вы спросили, есть ли какой-то возрастной диапазон? Да, да, да. Когда вот особенно он чувствительен к таким ранениям, так скажем, душевным. Я думаю, что в каждом возрасте есть свои, скажем, болезненные точки. Ну вот, к примеру, вот в голове сейчас всплывает такой момент, ну, в качестве примера. Вот если брать пятилетнего ребенка, то в пять лет идет первое такое, может быть, даже еще бессознательное осмысление смерти. Ну, что как бы я имею конец. И вот если в это время родители расходятся, происходит развод, и ребенок, понимаете, вот в этом переживании смерти и расход родителей, вот тогда может произойти, ну, большая как бы проблема, когда идет фиксация, что он же уход, допустим, папа может воспринимать как буквальную смерть. Да. В три года, допустим, может спровоцироваться обида, когда ребенку запрещают делать что-то самостоятельно. То есть вот возрастной диапазон... Так ноги неудобно. Возрастной диапазон... Садитесь, поудобнее. Имеет свои определенные точки болезненные. И очень важно родителям, конечно, знать о них. Но, к сожалению, я вижу очень мало психологической грамотности у родителей. И, как сегодня говорят, все знают, как делать детей, но не знают, что с ними потом делать. Да. Ну, вот вы сказали про пять лет. А правда говорят, что характер как раз и формируется до пяти лет. И после пяти человек уже такой сформированный, со своим характером. Да. Я даже когда начинала работу, моя карьера начиналась вот именно воспитателем, и у меня была вторая младшая группа, это детки с трех до четырех лет. Так я уже наблюдала, что в три года дети уже позиционируют характерологические свойства. Это было очень удивительно. И когда мы уже говорили о пятилетних детях и наблюдаем пятилетнего ребенка, то бесспорно он уже присваивает систему отношений, которые позиционируют родители. Во время своей практики в образовании я смотрела, как меняется характер, как к старшему школьному возрасту изменяется характер. И я хочу сказать, что есть такие формы характера, конструктивные или даже деструктивные, но которые подлежат изменению. Например, инфантильный человек, он желает быть более активным в подростковом, в юношеском возрасте. Неправда, когда говорят, что инфантильный, это те, кто вообще не хочет меняться. Например, доминирующий человек, он хочет быть более свободным от своего авторитаризма. Но вот комфортный человек, скажем, подхалим, и тот, кто привык обманывать и используя других как средства, никогда не стремится к изменению. Ага, вот очень важное замечание. И вот конформист, конечно, он тоже к пяти годам уже тоже будет сформирован в системе родительско-детских отношений, потому что характер, он бесспорно формируется и присваивается в системе детско-родительских отношений. Через отношения родителей к культуре, к поощрениям наказаниям, к традициям, к другим людям, к самому себе. Ну, вот формы, которые нас окружают. И ребенок смотрит и присваивает. А что вы можете сказать о возрасте семи лет? Вот у нас есть такой замечательный режиссер, который снимает детей через семь лет. И он говорит, что как раз вот эти этапы семилетние, они являются такими основными, что... Ну вот семь лет, если говорить о семи годах, не через семь, а семь, то я думаю, что мне посчастливилось понять этот возраст. Я как-то недавно читала статью, и наконец-то до меня дошло, какая же специфика в этом возрасте в семь лет. Дело в том, что семилетний возраст — это тоже критический возраст. В чем кризис? В семь лет у ребенка формируется в сознании образ абсолютного взрослого человека. То есть какой взрослый человек должен быть в абсолютном виде. Но в пространстве этого абсолютного взрослого человека нет. И более того, даже мы затрудняемся сказать, а какой может быть абсолютный образ взрослого человека. А родители не могут быть этим образом взрослого человека для ребенка? В том-то и дело, что происходит вот этот перекос, в чем кризис. Есть представление, ну скажем, есть некая форма абсолюта, а есть форма родительская, которая бывает очень далека от совершенно абсолютной формы человеческого видом, развития. И тогда ребенок присваивает, то есть он как бы зафиксирует вот эту форму, удерживает ее в памяти, и потом идет к тому, чтобы ее до конца как бы себе сформировать. Именно вот в семь лет это происходит. И я даже в свое время вела тренинги с родителями, когда мы прорабатывали вот этот абсолютный образ взрослого человека. Чтобы в жизни все-таки помочь ребенку обрести верные ориентиры, а не искаженные. Да. А какая, на ваш взгляд, сегодня существует система защиты ребенка? Вот всякие могут быть негативные случаи в семейных отношениях, в учреждениях, когда попадает в образовательное либо в социальное ребенок. Он может какой-то негатив, да, травмирован быть и душевно, и даже физически. Вот какая-то... Где вот... Как защищаться, научиться? Ребенку. И ребенку, и может быть дать информацию родителям тогда. Вы имеете в виду, куда идти родителям, если обижает его ребенка? Ну, может быть. Потому что мы же знаем, что это существует, да, что вот такие вот травмы. Я хочу сказать... А защита? Если мы знаем, что есть такие проблемы, а как от этого защититься? Какая выстроена система защиты самой? Социальные различные организации, государственные, они бесспорно существуют и работают. Но я сегодня пришла к такому убеждению, что, конечно, было бы намного эффективнее в жизни, если бы люди имели вот эту психологическую грамотность и навык обращаться к грамотным психологам. Вот к моему большому сожалению, мы не имеем такую тенденцию и такую традицию и думаем, что мы сами можем с чем-то справиться. Но бывают даже самые элементарные знания, которые в силу своей профессии человек не имеет, потому что он может работать инженером или у него другая специфика. И вот, конечно, если бы люди имели такую особенность, как бы идти к психологу, ну, грамотному психологу, грамотному, чтобы вопрос его решать эффективно, а не самостоятельно методом проб и ошибок. Поскольку я уже сегодня поняла, что порой вот это молчание и самостоятельность обходятся очень дорого, очень дорого. Я не имею в виду трагедии жизненные, это понятно, что они иногда приходят, но даже может произойти, что решение проблемы откидывается лет так на 20. А как долго вот эти проблемы может решать и решить психолог? Вот, допустим, вот пришел уже 30-летний стоявшийся человек, который до сих пор мучает вот эти детские обиды, страхи, там, разочарования, насилие, да? И как долго она может решаться, эта проблема? Или это все-таки индивидуально? Ну, на самом деле, это индивидуально, но на самом деле, если хороший психолог, это 2-3 сеанса. Конечно. И вот столько стоит мучиться, чтобы лучше не стоит. Конечно, это копейки, это копейки стоит обратиться к психологу, экономия потом, ну, сотни, тысяч идет. Вот. И хорошие психологи говорят так, что если ко мне пришел человек, у него есть запрос, а бесспорно к психологу, когда человек обращается, и хороший, ну, эффективный психолог будет уточнять этот запрос. Он не просто так будет разговаривать о всей жизни человека. И если к психологу поставлен запрос, то эффективная работа заключается в том, чтобы в сеанс в 2-3 решить это целеполагание. Все. Да. Больше, может быть, потом другой запрос, ну, как бы сформируется потом у человека. Но по отношению к этому запросу достаточно 2-3 сеансов. Да. За один, конечно, ну, не справимся. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и если у вас есть дети, и какие-то возникают проблемы при их воспитании, непонимании, вы можете сегодня позвонить в эфир, и кандидат психологических наук Валентина Дудко ответит вам на ваши вопросы. Вот семейные отношения, вы отдали им приоритет в формировании вообще человека и в том, как он дальше пойдет по этой жизни. А что касается образовательных учреждений, у них вот какие риски бывают в том, чтобы, опять же, вот с таким грозом не пойти во взрослую жизнь, который у тебя будет преследовать не знаю до какого времени, пока он к психологу не придет, который бы психологов определить как самый эффективный способ разрешения вот таких проблем. То есть что может произойти в образовании, что ломает образование. Да, 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 вот такие опасности, да, вот существуют для ребенка, когда он попадает вот в такую образовательную среду. Я хочу сказать, что если дома обстановка спокойная, любящая, доверительная, то, как сказать, насколько влияет образование школьное? Я очень много работала в школах и много исследований проводила. Я там, можно сказать, провела 20 лет своей вот жизни, и много что через меня проходило. Но я так вот честно, я так вот, если честно говорить, до конца как бы процент влияния образования на жизнь человека не выявила. То есть прямо уж на сколько образование влияет. Я так думаю, что образование влияет на что? На понимание ценностей социального общества, вообще общества. Как бы в образовании есть определенный продукт, ценностный, который передается учителями. И другая как бы позиция, принимать его или не принимать ученику. Потому что активное строение, сейчас скажу, это очень сложный вопрос, немножко, наверное, не так говорю. Если посмотреть вообще в динамике человека, есть генетический уровень, с которым приходит человек. Есть то, что присваивается в системе родитель-ребенок до 7 лет. Потом ребенок идет в школу и присваиваются нормы и правила поведения. Вот что делает образование. Нормы и правила поведения социумом, в котором живет человек. А потом с 14 до и как бы далее идет как бы развитие осознания. Когда есть в образовании система обучения направлена на размышления, на диалог, на поиск информации, на обсуждение, на различные диалогические коммуникации. То тогда ребенок обретает навык, ну скажем, думать, разговаривать, спрашивать. А риски травмирования душевного есть какие-то? Ну конечно есть. Вот на что, опять же, вот как себя подготовить к тому, чтобы вот не наломать дров? Ну никак вы себя не подготовите. Ну как вы себя можно подготовить? Вот выходишь на улицу, вот еду недавно в такси. Меня такси спрашивают, а кем вы работаете? Я говорю, психолог. Он говорит, понятно, работы у вас нет. Я говорю, как это нет? Он говорит, ну потому что у нас в окружении одна сплошная психология. Вышел из дома, и одни риски. Ну как бы отходим от этих рисков дома. Когда приходим домой, отходим от них. Риски, они повсюду. Вы понимаете, что нельзя сделать так, чтобы тебя не касался риск. Ну это же абсурдно предусмотреть. Можно вернуться к началу программы, где вы сказали, что только родители могут дать вот эту защиту, чувство защищенности. Если я выхожу с этим чувством защищенности, и я соприкасаюсь с риском, то тогда я уже как риск это не воспринимаю. Я могу с ним совладать. Понятно. Потому что я в неуверенность. Поступают первые вопросы от телезрителей. Как приятно. Очень актуальная передача. У ребенка возникла проблема в общении со сверстниками. Мы обратились к психологу, и спасибо ему. В школах нет психолога. Им нужна серая масса детей. А дети все разные. Им мировоззрение у них разное. Ой. Ну, слушайте, несколько точек поставлено в обращение. Серая масса. Нет психологов. И на стороне обратились к психологу. Психологи есть в школе. И думаю, что нужна всем серая масса. Нет, это, наверное, все-таки не так. Но школьный психолог, он, конечно, не может решить вот эти индивидуальные частные вопросы, потому что спускается на школьного психолога много других задач. Скажем, провести исследование, проинтерпретировать данные, сделать сводки, отчеты, аналитические справки. И это большая беда, что у них нет времени увидеть частные случаи и поработать индивидуально с ребенком. Поэтому есть эффективные психологи, которые работают в других центрах, и к ним можно обращаться за помощью, когда возникает такая проблема. Следующая реплика. В школах зачастую ломают личность. Ну, это вот, наверное, просто какой-то негативный опыт, да? Ломают личность, ломают личность сверстники, всегда идут вот эти вот испытания. Если вспомнить даже свое детство, всегда был, ты как бы стоишь на грани испытания, всегда вот эти вот, как бы на тебя идет штурм, штурм какой-то тебя, сломаешься ты или не сломаешься, выстоишь ты или не выстоишь. Жизнь, она вообще испытывает человека. Это не только в школе, это и на работе, это и в семьях очень часто происходит. И в очереди, в магазине. К сожалению, у людей очень много негативного, ну, скажем, вот этого земного, такого материального в сознании. И с таким негативным обращением, отношением к человеку подходит и начинает с ним взаимодействовать. Я бы не сказала, что именно в школе ломают личность, и личность ломают, если личность, ее ломают везде. Вот это красивое слово. Если есть личность, ее везде будут ломать. Следующий вопрос. Как попасть к вам на прием? Ну, мы, к сожалению, не можем вот афишировать ваши там телефоны или что-то. Нет, ко мне на прием только по скайпу, потому что я недавно приехала из Великобритании, и на данный момент как бы работаю только по скайпу, поэтому... Ну, в общем, если захотите найти в интернете, если в фейсбуке, если захотите найти, то можно найти. Конечно, через фейсбук, Валентин Дудко, а там мы решим вопрос. Ну, раз вы затронули, я как раз хотела спросить у вас, систем, опыт, проопыт проживания в Великобритании, вот там с воспитательным процессом, как обстоят дела, можем ли мы у них чему-то поучиться, вот что-то перенять? Да, к сожалению, да, здорово. Мы либо отрицаем, либо копируем, да, вот если здраво посмотреть, что можно вот перенять действительно? Я там прожила полгода, и бесспорно я обращала внимание на образовательную практику, и так получилось, что друзья моего мужа имеют трое детей, и эти дети очень часто брали меня с собой в школу и показывали меня как русскую вот гостью, английским детям, и я видела, что происходит, и на что я обратила внимание. И даже с родителями, с некоторыми я пообщалась, с русскими, с эмигрантами, и спросила, в чем отличие, вы видите, образование России от Великобритании? Ну, это даже было видно по детям. Отличие в том, что дети, знаете, вот такая особенность, сейчас скажу, они там очень жизнерадостные, им там много чего позволяется. И даже вот родители говорят, что во время обучения на уроках параллельно идет обучение нравственным каким-то законам. То есть вот если у нас есть понятие как воспитание и обучение, то там learning, то есть вот обучение и воспитание – это одновременно. Нераздельно. И получается, что во время урока, когда дается какая-то теоретическая база, параллельно идут какие-то примеры жизненные, которые прорабатывают нравственные законы, нравственные принципы и позиции. И даже вот мама некоторая рассказывает, что стоим, допустим, в очереди, вот жарко, дети хотят пить. Я, говорит, лично их не учила, что нельзя бутылку открывать и выпить до тех пор, пока мы не проплатили. И я как-то говорю дочери, открой и пей. Мы стоим в очереди в кассу. Она мне говорит, мама, ты что это нельзя? Нам в школе рассказали. И вот они говорят, что это приятно, что в школе прорабатываются вот эти моменты, и дети имеют такую адекватную самооценку. Вот, кстати, это вообще заметно по детям в Великобритании, у них всегда ощущение, что у них все получится. Вот у них, вот он даже, ну не знаю, может быть, хромает ребеночек или еще какой-то, может быть, есть психологический такой, ну небольшой дефект. А он во всем уверен, он во всем уверен, что у него получится, он имеет эти навыки, он пробует. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы у наших деток, ну тоже… А вот как они к этому пришли, что у них дети уверены? Потому что нельзя делать замечания, очень сильно отстаивается суверенность человека, свобода в самореализации. Бывают, конечно, перекосы сильные в другую сторону, но цена как бы уверенность. Да, и вот за эту цену стоит. Да, конечно, так как обращаются в Великобритании человек с человеком, очень сильно отличается то, как у нас обращается человек с человеком. Например, приехал, мне было удивительно, я пошла в магазин, было жарко, купила воду, сижу на лавочке в магазине, пью лимонад. Так захотел грушовый лимонад. Подходит ко мне охранник и говорит, девушка, вы зачем пьете лимонад? Вот у него столько калорий, у вас будет диабет. Я на него смотрю, и я поняла, что в Великобритании бы за это сразу попадали бы в суд. То есть у нас можно сказать все, что угодно. А там, конечно, человек от этого защищен. Да, вот мы с вами проговорили про семилетний возраст. Ну, наверное, самые актуальные проблемы, ну, как мы считаем, это в таком переходном возрасте. Вот про этот период возрастной, нескольких слов скажите. Опять же, вот какие типичные ошибки, может быть, делают в это время родители в отношении своих детей? Семь лет? Нет, семь мы проговорили, подростковый, переходный, вот как мы его называем, переходный возраст. И все сразу говорят, ой, как сложно, он невыносимый, мой ребенок. Нет, я скажу. Я скажу. Вы знаете, на что я обратила внимание по жизни? Поскольку у меня у самой дочи ей 21 год вот уже, и через меня очень много детей проходило. И что я увидела? Вот моя личная концепция, можно я ей скажу? Ну, нигде не прочитала, сама придумывала, ну, сама увидела в жизни. Я увидела, что каждый ребенок приходит с какой-то генетической программой самореализация. И я увидела, что очень многие родители эту программу начинают ломать с малого возраста. Эта программа может быть разного характера. Сейчас кто-то ищет смысл жизни, кто-то хочет эмигрировать, и он, допустим, с трех лет говорит, что он уедет отсюда. Кто-то говорит, что я буду шить такие модели там, да, ему говорят, ты не способна, и у тебя ничего не получится. То есть вот у каждого ребенка есть генетическая программа. И подростковый возраст – это как раз тот возраст, когда вот если в 7 лет формируется образ абсолютно взрослого человека, то в 14 лет формируется образ своего будущего. То есть созревает мечта. И я вижу, что многие родители зажимают деньги, не инвестируют деньги в удовлетворение вот этой мечты. Идет сильное перечеркивание вообще стиля жизни, эффективного стиля, конструктивного стиля жизни ребенка. И я, к сожалению, в практике вот сейчас наблюдаю такие моменты, допустим, когда ко мне обращаются, и я вижу, что, допустим, в этого ребенка надо вложить деньги для того, чтобы обратиться к стилисту, к фотографу, чтобы поднять самооценку. Я не говорю за то, что мне платить. И родители говорят, у меня нет денег. Хотя я знаю, что можно найти 10 тысяч, вложить, проинвестировать в ребенка, и потом через 5 лет он даст вам такой приход, ну, скажем, успеха своего, который покроет ваши эти 10 тысяч с лихвой. И поэтому самая большая ошибка, на мой взгляд, родителей в подростковом возрасте, когда они думают, что у них нет денег на то, чтобы ребенок удовлетворил свою мечту, а на то, что он думает о глупости, вместо того, чтобы думать о правильных вещах. И, кстати, вот вчера закончился интенсив. Вот я лично участвовала в интенсиве в онлайн психотерапевтов. И психотерапевты были из Азербайджана, Болгарии, Германии, Прибалтики, России. И там вот как раз один человек, психотерапевт, сказал, который медиком является, что онкологические заболевания в основном у тех, кто живет очень правильно, кто не допускает какой-то вот этой вот легкости, какой-то взбалмошности, какой-то вот этой порочности, даже если можно так сказать. Но я не имею в виду распущенности, да? Но я имею в виду, когда человек свободен, когда перекрывается свобода. И вообще очень важно обратить внимание, что бывает как бы классический треугольник, который могут сформировать родители в детях, в стратегии. Это либо он спасатель, либо жертва, либо тиран. То есть вот стиль взаимоотношений может выстроиться таким образом, что ребенок выработает вот какую-то из этих стратегий. И тогда что самое страшное? Самое страшное то, что перечеркивается свобода в своем «я». Вот это детская позиция. И вчера даже один психотерапевт очень интересно предложил упражнение, которое называется «хона-пона-пона». Я так смеялась. Оно заключается в том, что у каждого человека есть свой внутренний маленький ребенок, которого нужно обнимать и разговаривать. Вот так вот берешь себя, обнимаешь, называется «хона-пона-пона». И разговариваешь, как ты его любишь. То есть это твоя душа. И что ты будешь ее слышать, слушать и советоваться с ней. И вообще обращать внимание на то, что она у тебя есть. Да. Очень интересно. Знаете, что, вот слушала вас, вы сказали, что про 14 лет, что нужно дать ребенку возможность себя реализовать и вложить в средства. А есть ли ситуация, что ребенок не высказывает никаких желаний, не демонстрирует, ничего не хочет, его ничего не заставишь делать? Вот это же тоже бывает. Не все же стремятся. Потому что уже генетическая программа настолько уже задавлена к 14 годам, что он уже ничего не высказывает. А что делать тогда? Вот как это сказать? Психологу идти. Опять же к психологу. Один рецепт, товарищ. Один рецепт. Я серьезно говорю. Я сама лично сейчас прохожу психотерапию. Я, лично я. И все мои друзья удивляются, как ты такая обратилась вообще к психотерапевту. Но даже вот я такая, нуждаюсь в психотерапевте, и мы очень эффективно работаем. И, кстати, с моим психотерапевтом, вот у меня вот такой эффективный, вскрылась стратегия спасателя, которая мешает мне сейчас решать те задачи, которые для меня сегодня актуальны. И мы сейчас это прорабатываем. Валентина, еще один вопрос. В связи с мировой политической обстановкой в Великобритании изменилось ли отношение к русскоязычным и в какую сторону? Как эксперт уже очень. В Великобритании как изменилось к русским? Вот вы на себе чувствуете что-то такое, какой-то негатив или наоборот? Нет, я ничего не чувствовала. Абсолютно ничего не чувствовала. Конечно, есть как бы информация по телевизору в Великобритании, где очень много фактов скрывается и позиционируется совершенно другая информация. Есть относительно этой информации представление о России, но, допустим, вот он... А есть как бы личностная, как бы частная позиция. Допустим, на работе у моего мужа, у мужчины, дочка поехала в Петербург, приехала, и он был удивлен, какая красивая Россия, вот сколько дочь вообще рассказывала о России. А когда я разговаривала в Великобритании, у меня был диалог с женщиной, очень высокопоставленной из государственного аппарата, после вот этого серьезного такого диалога, она сказала, я так удивил, что в России есть такие умные люди. То есть вот ее почему-то это удивило. Какое-то, наверное, там представление есть у них. Ну, то есть есть общее и частное, да? Вот общее из информационных источников. Да, есть общее и есть частное. И как бы в повседневной жизни я лично, ну, абсолютно никакого дискомфорта не встречала. Дискомфорт в Великобритании лишь от того, что очень много позиционируется свобода, и когда ты в этой свободе, вот кто-то конкретно нарушает твои границы, ну, допустим, ты ешь в автобусе, и дети кричат, бегают, или курят марихуану там, или еще, ты хочешь сделать замечание, хватит, ты не имеешь права это делать. И последний вопрос, очень коротко, вернемся все-таки к теме разговора. Вот рецепт сделать защищенным ребенка, вот чувство защиты, какой одной буквы? Любить. Любовь. Любовь. Вот только любовь. И я как бы хочу сказать, что любовь, если есть страх, значит нет любви. Если есть любовь, страха не будет. Спасибо огромное, Валентина, за то, что пришли, поделились советами. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok